привет друзья рад приветствовать вас на своем канале и перед тем как мы поговорим с вами об этом методе обработки небольшое вступление и так на канале произошли небольшие изменения количество подписчиков перевалило за тысячу это конечно же немного но достаточно для того чтобы у меня появились дополнительные возможности и инструменты для общения с вами и так как вы заметили я теперь могу в ленте размещать посты с фотографиями проводить опросы и объявлять о новинках видео на канале размещая ссылку на новый ролик сейчас я хочу обратить ваше внимание на последний опрос в котором я спросил вас каком языке фотошопа вам комфортнее было бы смотреть видеоролики на момент записи видео за русский язык проголосовало большинство это 59 от всех участвующих в опросе 36 проголосовали за английскую версию 5 даже за итальянскую ну понятно я пошутил кто-то из вас пошутил ну в общем я что хотел сказать я как сторонник демократии перехожу на русскоязычную версию фотошопа но так как голосовавших было не так уж и много перевес в ту или иную сторону еще может произойти поэтому если вас не устраивает результаты голосования и вы не принимали в нем участия но хотите при этом работать в англоязычной версии фотошоп не надо этот опрос искать в ленте просто пройдите на мой канал перейдите на вкладку сообщества и выберите опрос касательно языка и поставьте тот язык который вас устроит ну а пока я учитывая мнение большинства перехожу на русскую версию photoshop а для тех кому сложно ориентироваться photoshop я также под видео размещу вот эту замечательную инструкцию где вы можете посмотреть и горящие клавиши и всевозможные команды и перевод меню вот обратите внимание файл это вот это вот файл и вот весь перевод то есть что вот сюда входит вот как раз переводится в этом столбце если мы передвинем дальше меню edit редактировать вот она редактирование вот для вся русскоязычная версия используя этот файл вы можете основные инструменты photoshop переводить как с русской так и на английскую версию также здесь вы найдете горячие клавиши всех инструментов вот этой панели которые находятся слева и перевод методов наложения и давайте уже перейдем к теме сегодняшнего видео и в этом ролике я покажу вам один из простых способов обработки фотографий и при помощи цветных каналов изображения мы с вами из вот такой фотографии получим вот такую замечательную работу такой замечательный морской городской пейзаж исходник вы можете скачать по ссылке под видео и потренироваться в обработке вместе со мной а теперь не будем терять времени поехали итак первым делом копируем изображение перетащив его на значок создания пустого слоя присваиваем этому слою имя свет далее переходим в изображение внешний канал режим наложения меняем на на умножение больше ничего здесь не трогаем нажимаем ok отключаем видимость созданного слоя создаем еще один слой перетащив нашу основную фотографию на значок создания пустого слоя переименуем в тень также идем в изображение внешний канал режим наложения меняем на экран нажимаем ok отключаем и этот слой тоже далее переходим в канал и выделяем красный канал другие каналы при этом у вас должны отключиться нажимаем и удерживаем клавишу control при наведении на канал у вас на курсоре должен появиться вот такой вот квадратик кликаем на изображение у вас должно появиться вот такое вот выделение мы сейчас выделили с вами темные участки изображения кликаем на rgb мы должны сделать активными и отобразить все каналы переходим в слои нажимаем отобразить и смотрим чтобы у нас был активным слой тень кликаем на маску и вот как вы видите мы получили вот такую вот маску изображения далее отключаем слой тень делаем активным слой фон переходим в каналы по такому же принципу только выделяем канал синий остальные каналы как вы заметили должны скрыться удерживаем control кликаем на иконку синего канала теперь у нас выделились все светлые участки изображения нажимаем rgb возвращаем видимость всех каналов возвращаемся назад в слои активируем и выделяем слой свет кликаем на значок маски мы получили еще одну маску изображения и вот такие изменения произошли с нашей фотографии таким образом мы осветлили темные участки и немного притемнили светлые участки и теперь у нашего изображения появилась возможность лучше проработать светлые и темные участки то есть мы с вами будем создавать hdr но этот hdr он естественный он не подразумевает никаких артефактов как если бы например мы работали в плагине ник collection и повышали hdr то есть динамический диапазон то мы бы обязательно получили шум и здесь этого нет и так включаем видимость обоих вновь созданных каналов выделяем верхний слой нажимаем сочетание клавиш alt control shift е ставим курсор на слой и правой кнопкой мыши выбираем преобразовать smart объект теперь переходим в фильтр фильтр камера raw теперь на нашем изображении намного лучше будут вытягиваться света и тени и доработаем с вами фотографию первым делом ползунки святая тени разводим в разные стороны гистограмм к завалилась немного влево и это видно по изображению она у нас темновато поправим экспонирование далее выделим уголки на гистограмме поработаем с черными участками белый уголки можно деактивировать снижу насыщенность повышу красочность сделаю изображение слегка потеплее у меня стали появляться фиолетовые оттенки на воде мне это не очень нравится вообще откровенно говоря я не люблю синие облака и явный такой синий цвет воды мне больше нравится когда вот такое темное море приобретает цвет стали перейдем в ту новую кривую доработаем немного темные участки слегка приподнимем точку черного а точку белого немного опустим совсем чуть-чуть детализации шумов у нас нет поэтому с шумами мы работать не будем давайте теперь поработаем с цветом перейдем в калибровку синий канал уведу немного влево таким образом в синий я добавлю циановых оттенков и снижу насыщенность синего теперь посмотрим что можно сделать зеленым красный красный можно слегка добавить и сделать его чуть-чуть потеплее идем дальше переходим в настройки и чисел выбираем сначала панель насыщенность давайте посмотрим какие у нас цвета присутствуют красного совсем немного оранжевого побольше давайте добавим его вечером фонари обычно излучают желтый свет поэтому мы не будем прятать желтый как мы обычно делаем это днем чтобы убрать излишнюю желтизну зеленый немного на горах и вот на этой веточке которая видна с краю в углу на этом изображении я зеленый цвет тоже не хочу маскировать я хочу сделать его более насыщенным посмотрим аквамариновый понизим немного насыщенность и синий тоже немного снизим вот теперь лишняя синева ушла мне такое изображение нравится гораздо больше перейду в цветовой тон немного доработаю тональность красный сделаю чуть-чуть потеплее оранжевый уведу буквально где-то на 10 на 15 влево это оранжевому подарит таких красивых персиковых оттенков а желтый сделаем и наоборот немного вправо давайте посмотрим вот на этот участок что будет когда я желтый двигаю влево вы обратили внимание что желтый приобретает цвет оранжевого и практически с ним сливается мне этого не хотелось бы мне хотелось бы чтобы на моем изображении на моей фотографии присутствовали как оранжевый так и желтые цвета поэтому желтый я уведу немного вправо в таких случаях разнообразие цветов всегда работает в плюс давайте поиграемся с аквамарином синим цветом мы совсем забыли про лиловый и пурпурный давайте посмотрим есть они у нас тут вообще или нет немного есть добавим насыщенность перейдем в цветовой тон вы заметили да где вот на этих домиках вот такой оттенок и насыщенность мне нравится больше и в светимости я хочу сделать потемнее воду и облака и немного убавлю в светимость в синих аквамариновый пожалуй сделаю посветлее для усиления контраста изображения давайте вернемся в базовые настройки я хочу немного понизить тени все-таки это вечер и тени не должны быть очень светлыми и и чуть-чуть уже кнопками подниму слегка экспозицию пожалуй этого будет достаточно нажимаем ok так смотрим было стала по моему уже очень даже ничего так двигаемся дальше смотрим чтобы у нас был выделен верхний слой переходим в каналы выделяем синий канал зажимаем control появляется квадратик кликаем на иконку синего канала получаем выделение светлых участков кликаем на rgb возвращаем выделение всех каналов переходим назад слои и сейчас я вам расскажу для чего мы это делали добавляем пустой слой выбираем белую мягкую кисть жесткость убираем в ноль размер кисти меняем квадратными скобками непрозрачность и нажатия сто процентов и так для чего мы это сделали работа с каналами расширяя динамический диапазон фотографии и после чего вытягивая фотографию в камеру роу для того чтобы получить интересные оттенки мы с вами получили такой артефакт пена стала тоже голубых оттенков но как вы знаете такого не бывает вода может быть синяя но пена как правило белая вот давайте мы этот недостаток сейчас немного поправим так слишком светло давайте понизим непрозрачность на 50 нажатие на 50 попробуем еще раз вот теперь лучше а выделение мы сделали для того что в данном случае эффект кисти практически не затрагивает тень еле-еле но в цветах при этом он отрабатывает именно как нам нужно добавляем маску смотрим чтобы маска была выделена о выделении маски говорят вот эти белые уголки вот так не выделено вот так выделено теперь снова переходим как мы делали в предыдущий раз в изображении внешний канал наложение умножения нажимаем ok теперь выбираем черную мягкую кисть непрозрачность нажатия сто процентов и аккуратно проводим в местах возле тех мест которые мы осветляли для того чтобы не было резких контрастных переходов между светлым и темным ну вот смотрите как это работает видите затемняется давайте еще раз покажу вот а нам этого не нужно нам нужно пройти только по краю то есть вот здесь аккуратненько отлично ну теперь смотрим давайте что мы сотворили с пеной было стало если ваш эффект получился слишком насыщенный ну то есть в данном случае вот эта пена морской волны стала слишком белый слишком осветленный можно просто на все убрать непрозрачный слоя в ноль и повышать до тех пор пока изображение вас устроит ну вот пожалуй где-то вот на 80 я бы остановился теперь давайте добавим слой уровней я хочу поработать немного с гистограммой такой вариант меня устраивает больше и так что теперь я вам хотел еще сказать по поводу своих действий несколько шагов назад и так у нас был smart фильтр и многие думают для чего же мы его применяем ведь не обязательно было применять и потом пойти в камеру и осуществлять там любые манипуляции да совершенно так можно было не включать смарт-фильтр а против камеры ролл обработать и вернуться назад но если вы не включаете смарт-фильтр обрабатываете фотографию в камера ролл то вы полученный там эффект намертво закрепляете на фотографии но если вы создали смарт-фильтр у вас появляется вот такой вот значок фильтр камера ролл и кликнув на него два раза вы вернетесь в те настройки которые у вас были и всегда можете доработать фотографию в данном случае например я хочу добавить сюда сплиттонирование и так переходим в раздельное тонирование поработаем с тенями я поставлю сразу на 10 и буду двигать ползунком пока не подберу тот вариант который бы меня устроил да я люблю когда вечером в тенях появляются вот такие циановые оттенки но я пожалуй только немного убавлю поставлю 7 теперь переходим света ставим насыщенность на 10 и поиграем с цветовым тоном ну честно говоря напрашиваются какие-то теплые оттенки пожалуй даже вот так так давайте посмотрим без тонирования и с тонированием эффект еле заметен то что мне и нужно нажимаю ok обработка камера ролл обновилась и так как мы на этапах над смарт-фильтром нигде не объединяли изображение соответственно на последнем шаге видны все наши изменения которые мы только что внесли в настройки фильтра камера ролл ну в общем то друзья на этом все вот что я вам хотел сегодня рассказать осталось только это изображение сохранить на новый слой давайте посмотрим какое изображение у нас было и какое мы получили не шумов не артефактов никаких ореолов на границах темного и светлого метод просто превосходный рекомендую этот метод использовать не только на пейзажах попробуйте его в любых других жанрах с ним можно поработать и дальше добавить немного резкости перейти в карты градиента наложить еще какой-нибудь интересное тонирование при помощи художественных карт коричневого шоколадного цвета это я вам не раз уже показывал вы это легко найдете в других видео и сможете используемые ранее мной методы применить к этой фотографии также если вам понравилось работать с каналами сверху будет подсказочка еще на одно видео где можно поменять небо photoshop также при помощи каналов если вам интересно работать в каналах пройдите посмотрите это на самом деле очень чудесный интересный и эффективный инструмент adobe photoshop на этом друзья все если видео вам понравилось обязательно ставьте лайки если еще не подписаны обязательно подпишитесь потому что впереди нас ждет еще очень много интересного и познавательного по обработке photoshop в lightroom и в различных плагинов интересных вам сюжетов и создания удивительных изображений на этом сегодня все друзья до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok